друзья привет сегодня хочу снова рассказать всем про домкрат тема домкрат и опять я как уже показывал про подкатной домкрат зуборда всем понравился домкратик да но вот решил себя прикупить дорожный так скажем контра в автомобиль довозить в багажнике и вперся по самое не балуйся с этим домкратом вот как такого производителя название коробки вы видите вот сейчас расскажу причина простая просто сыромятина наполовину такой симпатичный конечно такой рукоятка я сейчас покажу это смотрите это про ромбовидный домкрат сегодня речь идет вот я вытащил всех из коробки такой чехольчик симпатичный тоже кстати до инструкция вот рукоятка вот резиночка такая вот но я купил другой ромбовидный домкрат в итоге специально в дорогах так сейчас настроиться чуть-чуть секунду 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 на 2 тонны что здесь сыромятина сыромятина вот сам вот этот вот шкив резьбовой да то есть все всю резьбу слизала то есть при первой же эксплуатации и допустим вот сейчас я вращаю да вот он видите прокручивается то есть вот здесь сейчас если будет видно хочу сейчас я его раскрою подождите эти он уже не хочет даже подниматься в общем то без нагрузки он работает когда новый а когда на нем машина лежит автомобиль то вы один раз поднимите слеза все всю резьбу вот 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 с этого как он называется шкив или как резьбовой вот этот вот так сейчас видите вот я укручу он не поднимается прокручивается плюс вот здесь он весь какой-то разбился то есть ну вообще не держится почему непонятно и самое прикольное вот это вот рука я рукоятка смотрите ведь она такая она вот здесь вот такое кольцо было и вот так вот этот крюк она так разворачивается ну вот надо просто вращать ну вот это оторвалась к ядрение к ядрении фени короче разбилась вот сам домкрат ну вообще достойно покрашен красивый такой да и оказался никчем так сейчас я покажу другой нормальный ромбовидный домкрат который я себе приобрел в дорогу чтобы возить да на всякий случай ну удобно на самом деле вещь все знают что если нормальный ромбовидный домкрат он очень такой тем это хорошая в принципе и вот я сейчас вот покажу сейчас я покажу секундочку паузу нажму так продолжаем вот вот смотрите вот вот куплены российский железный ромбовидный домкрат то есть вот с несъемный вот это вот сейчас то есть вот тут у него это сталь конкретная сталь вот смотрите ничего не слизывается вот я им попользовался этим вот смотрите даже я вы даже открыть не смог сейчас он у меня так и валясь валяется новенький как его раскрыть так сейчас я попробую подожди так друзья продолжаю вот я его вот я его раскрыл вот он видите поднимается вот и с прокрутом с прокрутом кое-как вот его поднял но смотрите вот здесь вот вообще вот резьба вы смотрите вот это вот этот вот шкив или как его назвать-то он сыромятину то есть вот его слизала весь так сейчас вот тут вот то есть частично вот видите вот сейчас я покажу вот видите вот он даже секунду вот смотрите вот я укручу ведь он прокручивается так сейчас настроить 5 секунд камера у меня как конечно как всегда не покушать так вот видите вот он с прокрутом то есть он даже не поднимает он лишь не слишком слизанный скользит то есть все это вот без нагрузки с нагрузка вам вообще просто тупо в холостую крутится и все вот а так вот он конечно же вы сделал сделал прекрасно ну там кратно прекрасно ну почему вот это вот вот этот вот шкив могли нормально сделать и вот смотрите обычный российский значит город сделан вот смотрите сделано в россии вот это елецкий на полторы тонны выглядит мощнее чем вот этот он весь завальцован неимоверно то есть так сейчас настроиться 5 секунд блин камера подводит конечно так сейчас вот то есть смотрите у него такие он весь вот завальцован ну конечно вот ну стали здесь вот конкретная сталь вот это это елецкого производства елецкий или в городе леса какая у нас область сейчас я раскрою подождите сейчас я поставлю вот так секунду добру в походных условиях все так вот и вот секунд вот продолжаю да и вот вот смотрите вот он вот он легко и поднимается вот так вот и достаточно нормально вот я сейчас приспущу сейчас одной рукой это вот смотрите вот он вот он спускается гладенько ровненько все это без нагрузки я сейчас покажу потом побольше сейчас это под машину сейчас залезу покажу вот поставлю то есть вот этот вот вообще не поднимает я его даже пробовать не буду поверьте на слово то есть он вот смотрите вот я сейчас вот на на складывание вот смотрите я его прокручивал не хочет смотреть я кручу через раз смотрите три раза три раза значит прокручиваешь один раз спустился вот все вот короче не хочется плохо выражаться но не какущий шкив сам корпус и сама нормально стальной повторюсь елецкий елецкого производства вот смотрите раз поднимается да видите резинка у него вот такая вот уже конечно сморщена но ничего страшного ну и то есть я я им пользовался то есть я его купил в дорогу большой подкатной возить с собой как-то не айс тоже а это тут на всякий случай ну вот и он по толщине металла и по исполнению как бы позиционируется на полторы тонны да вот а этот как бы потоньше на 2 то позиционируется плюс вот я говорю вот эту вот вот камера сейчас секунду камера не какущая я прошу прощению еще не дорос до хороших камер вот смотрите вот раз вот если кто хочет еще раз повторяюсь себе вот такой вот домкрат ромбовины да они как бы самые такие но самые надежные самые удобные вот берите вот этот елецкий видите у него нормальная резьба нормально никогда не слышь то есть здесь каленая какая-то сталь ментального типа вот да он выглядит нереспектабельно не такой гламурно-оранжевый серый как всегда могли конечно маркетологи и его разукрасить и тогда бы вообще была бы бомбейская бомба вот там кратно вот вот тут вот смотрите вот этот вот крюк то есть нормально вот здесь вот никакой никакого излишества нету смотрите просто тупо раз вот этот вот на балдашник вот он здесь накручен и завальцов и вот здесь вот крюк вставлен накручивается ну вот это ручка и сложенном состоянии она так вот сюда раз и все вот собственно говоря вот такой сейчас я покажу как он машину сейчас поднимет это уже элементарно суть суть всего видео то что вот это вот личная дичь к сожалению симпатичная дичь на я дичь а это брутальный российский мощный там кратище на этом пока приостановлю сейчас под машиной уже покажу как он друзья ну вот я его установил сюда сейчас одной рукой неудобно но попробую вот смотрите раз вот так и все его с достаточным усилием надо проворачивать все рабовидные они с достаточным усилием крутится ну поднимают автомобиль потихоньку колесо оторвалось вот видите вот и вот и вот 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 эта резьба здесь в этом шкире крайне крайне важно и сам шкив этот вот крайне важен в том плане в плане то есть резьба должна здесь быть просто наикрепчайшая потому что так скажем оси ли как из шкив который раскрывает домкрат очень важен вот этих вот ромбовидных домкратов резьба не должна слизываться на том домкрате она реально связалась и вот когда уже машина достаточно приподнята он легче начинает вращаться можно вообще выпрямить то есть видите он даже второе колесо заграв вот такая стойка получается посадочные места специальные то есть убирается собственно говоря вот и все видео в этом видео хотел вам показать тот оранжевый домкрат не справился с долг связалась резьба вот здесь имейте ввиду вот я принес его вот у него резьба настроиться вот она вся слизу вот такая развалюшка вот так вот гуляет плюс от этого поломалась вот такие два похожих домкрата и абсолютно разное качества у домкрата серого цвета домкрата российского производства город елец вот оранжевый это китайский такое вот разное качество есть китайские домкраты конечно и хорошего качества говорят на этом все кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой никчемный канал может быть кому-то пригодятся мои советики всем пока